Проводы полковника Олега Коновалова, который начал свою службу в 115-м зенитном ракетном полку 25 лет назад, 8 из которых успешно им командовал, проходили в торжественной обстановке перед строем воинской части при боевом знамени. Перед личным составом выступили военнослужащие с краткой, но запоминающейся речью. С таким командиром, с таким руководителем всегда очень легко работать. Ко всем вопросам он относится внимательно, требовательно, но не забывает и о деталях. Заботится о военнослужащих и очень радуется успеху каждого из них. Выступающие отметили его достижения и заслуги на должности командира полка, его организаторский талант и доброту в отношениях с людьми. Пожелали ему успеха в делах на новом поприще, а затем было ответное слово. Олег Коновалов попрощался с полком. Он убывает на вышестоящую должность военного комиссара Брестской области. После выступления командир попрощался с боевым знаменем в воинской части. Бабушка моя жила в деревне Хмелево. Это вот здесь Жеменковский район. И каждый раз, посещая бабушку, я проезжал мимо одного из теперь уже моих зенитно-ракетных дивизионов. Всегда мне было интересно, что там находится за забором. Торчали кончики ракет. Тогда это был 125-й зенитно-ракетный комплекс. И так, день от дня, проезжая мимо, все больше и больше желания и интереса возникало. Плюс у меня было много друзей, которые по окончанию школы поступили в военные вузы. Конечно, есть грусть в сердце и в душе, потому что очень много, больше половины жизни, можно так сказать, прослужил в этой воинской части. Очень много сделано, очень много боевых товарищей, друзей, с которыми выполнялось очень много задач, в том числе и боевых. Поэтому, конечно же, очень жалко и грустно расставаться. Но ничего не поделаешь, наша военная служба такова, что необходимо освобождать место для молодежи, молодежи необходимо расти. Ну и самому надо двигаться вперед, надо достигать какие-то уже новые вершины, потому что здесь сделано очень много. Проводы завершились торжественным маршем. К слову, новым командиром полка назначен подполковник Виталий Ленцевич. Олег Анатольевич был всегда моим командиром на всех этапах моего становления. Он, понимаете, что служебная деятельность, она влечет в собой принятие каких-то тяжелых решений и скоростных, то Олег Анатольевич всегда помогал, направлял нужное русло и подсказывал, как это все дело реализовать. Я очень рад, что служил под руководством Олега Анатольевича, он меня чему-то научил, настоящей службе, настоящему делу.